Привет, привет, дорогие наши зрители! Ну вот так вот, с дороги, из машины мы сегодня приветствуем вас. Что сказать, давно не виделись? Что новенького? У нас, что? У нас очень тёплый сентябрь месяц. Было достаточно холодное и дождливое, противное лето в этом году. Вот действительно мы почувствовали всю прелесть неудачного ирландского лета, когда действительно дождик и пасмурно, и мало солнечных дней. Ну вот, научилась я уже у местных жаловаться постоянно на погоду. Это очень такая английская и ирландская манера. На самом деле, лето действительно было немножко более сырым, чем обычно, но и солнечных дней было предостаточно. Мы много где успели побывать по стране за это лето, и много чего поснимать для нашего блога «Мы в Ирландии». И вот сентябрь вдруг, ну просто загораем, отдыхаем. Ну насчёт отдыха, это, конечно, шутка. Да, отдых нам далеко. Много работы, мы пытаемся как-то справиться с нашей сложной финансовой ситуацией. Я опять беру переводы. Лидочка немножко подросла, и вот мы её запихиваем в машину, и мама с папой едут на работу. Лидочка при нас. Наверное, мало таких детей в мире, которые столько километров уже намотали к своим 12 месяцам. Сейчас спит, поэтому будем тихонько. Ну, а Рафаил преподает частно библейский иврит, ищет постоянно новых учеников. Естественно, это не просто специфика. Это библейский иврит – это язык, который не каждому второму вот человеку на улице нужен, но есть студенты, которые очень благодарят и очень ценят, и понимают качество обучения, которое предлагает Рафаил. В воскресные дни мы поем у отца Георгия нашего в храме. Иногда и не только в воскресные, иногда и в субботние, когда он служит в Белфасте. Мы тоже ездим. Это наше такое служение нашей семьи, небольшое. Такая, знаете, что называется «Жертва Богу». Мы поем с девчонками. Ой, ну как мы поем, мы уже и рассказывали, и показывали сто раз. А сейчас что-то интересное. Я очень люблю хорошие книги, и вот хочу поделиться с вами находкой. Хорошая книжка в этот раз пришла совершенно неожиданно от нашего священника, отца Георгия Завершинского. Я, конечно, знала, что он член Союза писателей, что он пишет книги. Видела, эти книги у нас в храме, они продаются. Но как-то, честно говоря, не доходили руки, не было времени вот так вот взять и почитать. Читала какие-то пару рассказиков, но не читала никогда никаких романов или повестей серьезных. И вот тут меня привлекло название. Книга называется «Атомный пастырь». Название меня заинтриговало, и вот я приобрела книгу и погрузилась в чтение. Надо вам сказать, что прочитала я ее буквально за три дня, потому что читается совершенно, как говорится, запоем. И название и сам сюжет книги во многом взят из жизни отца Георгия, потому что наш отец Георгий не только благочинный приходов в Шотландии и Северной Ирландии, не только достаточно известный в ученых кругах богослов, он доктор богословских наук, но еще и в прошлой своей жизни математик и физик-ядерщик. Притом тоже с докторской диссертацией, с званием доктора наук. И вот здесь в этой книге главный герой, немножко я уже знаю, что это чуть-чуть как бы, что-то есть от автобиографии самого отца Георгия, главный герой, талантливый ученый, еще в советские времена. И вот он нашел уникальную формулу, которая сделает переворот в атомной науке, соответственно, в вооружении, да, ядерном страны. И вот в этот самый момент пика, когда он доходит уже до, как, да, здесь в книге он говорит, до формулы, которая может просто вот описать все мироздание, да, он находит и встречает Бога. И дальше начинаются невероятные совершенно события в его жизни. Наш герой попадает в Чернобыль. Здесь масса интереснейших сведений о Чернобыле, которых я, например, не знала. Удивительные типажи по пути нас встречают, очень много юмора. Вообще, замечательная история. История о встрече с Богом. История о выборе, которое иногда человеку очень трудно сделать. И вот как человек его делает, через что он его делает. Конечно же, это история о любви, о большой, серьезной любви, которые, как отец Георгий говорит, бывают один раз и на всю жизнь. И вот о том, как наш ученый становится священником. В общем, друзья мои, это не платная реклама, это искренний. Просто вот мой вам совет, да, приобретите книгу «Атомный пастырь» отца Георгия Завершинского, почитайте. Это замечательное чтение вот сейчас для, мне почему-то кажется, для осени, когда нас все-таки уже тянет как-то так вот в кресло, с книжкой посидеть, вы получите массу удовольствия и очень много пользы от этой книги. После нее рождаются мысли умные, хочется вести какой-то серьезный диалог с собой, задуматься о своих выборах в этой жизни, о своем жизненном пути. В общем, друзья мои, я книгу прочитала, сейчас ее читает моя Марта. И вот так. Этим летом очень много путешествовали, чему свидетели, подписчики нашего блога «Мы в Ирландии». По-прежнему я веду два раза в неделю утренний кофе и три раза в месяц выходит выпуск «Мы в Ирландии», где мы показываем все наши путешествия. Этим летом путешествовали мы в основном, естественно, внутри Ирландии, преимущественно по Северной Ирландии. Очень много всего красивого снимали. Подписаться на утренний кофе или на кофе плюс блог «Мы в Ирландии» очень просто. Для этого нажимаем кнопочку «Join» под любым нашим видео. И сразу видим две подписки. Одна называется «Друзья». Сюда входит 8 выпусков утреннего кофе в неделю, то есть два раза в неделю. Прямые эфиры, их можно смотреть в записи. И «Верные друзья» – это кофе плюс выпуски блога «Мы в Ирландии». Выбираем подписку, которая нам нравится. Вот так, да, или так. И нажимаем кнопочку «Join». Там предложат ввести данные кредитные карты. И всё. Отписаться можно в любое время. А так автоматически деньги будут сходить со счёта у вас. И вы будете видеть в разделе «Community» или по-английски называется «Posts». Вы будете видеть объявления о выпусках утреннего кофе. Видите, вот эти ссылочки. Они появляются только для спонсоров канала. Вот так всё просто. Нажимаете и смотрите. Девчонки наши учатся в школе. Полно вопросов у них про то, какую профессию выбрать. Марта выбрала для экзаменов уже к поступлению в университет. «A-Levels» называется. На два года нужно учиться, сдать экзамены. По трём выбранным тобой уже предметам к университету. Выбрала на наше удивление социологию. Вот так вот. То есть английскую литературу. Ну, это мы и ожидали. Выбрала религиозные. Как это назвать? Религия. Есть такой предмет? Религия. То есть это изучение христианства. И выбрала социологию. Очень интересная вообще комбинация. Может быть, она приведёт к каким-то интересным потом. Может быть, она антропологом у нас станет. Я не знаю. Может, библеистом. В общем, какие-то такие неожиданные. Неожиданный такой выбор немножко. Вот, Эмилия подумывает быть дизайнером-художником. А Рут хочет быть шефом-кондитером. Но пока что им ещё до подобных экзаменов есть. Несколько лет впереди. Есть время подумать. Но вот такие идеи уже есть. Уже присматривают себе тут колледжи. Куда какая хочет пойти учиться. Обсуждают это. В общем, интересно быть мамой уже взрослых девчонок. Так они выросли. Быстренько. Да, говорят, чужие дети быстро растут. Но свои тоже что-то быстро очень растут. Вообще, конечно, время летит. С ума сойти можно. Уже почти три года мы здесь. Но вот что можно сказать. Ну, в общем-то, мы не разочаровались в Ирландии. Наверное, многие так недоброжелатели ждут, что наконец-то они скажут, как-то всё плохо, как скучаем вообще по Израилю, по Иерусалиму. Нет, мы, конечно, скучаем. Ну, это очень естественно. Любой человек будет скучать, во-первых, по Иерусалиму, а во-вторых, просто по местам, где вся твоя жизнь практически прошла. Да, ну, конечно, скучаем. Но и здесь, в общем-то, мы чем больше вживаемся в местную жизнь, тем больше понимаем, что здесь, конечно, очень много хорошего, положительного. И мы не разочаровались в людях. Люди, в общем-то, действительно очень хорошие вокруг. Не разочаровались в природе, погоде, в кельтском, вот этом древнем наследии христианском, которое по-прежнему нам очень интересно. Ну вот, приехали нашу Касеньку из школы забирать. Кася уже в четвёртом классе, с ума сойти. Ну да, семь лет, четвёртый класс, здесь рано начинают учиться. В четыре годика первый класс и так дальше. Кася уже считает двухзначные цифры, свободно пишет, читает. С ума сойти, дети сейчас такие гении пошли. Ну и время, конечно, тоже летит очень быстро. Подумать только мы уже здесь почти три года. А кажется, только вчера уезжали из Иерусалима. Мы так и не смогли наладиться здесь с работой. Но, в общем-то, вся наша деятельность, которой мы занимались много-много лет, ведь, в общем-то, рухнула в ковид. То, что мы перешли на YouTube, то, что мы придумали сайт Топос, это, в общем-то, уже была соломинка, за которой мы пытались цепляться, потому что, на самом деле, вся наша работа как туристических гидов с паломниками всё это закончилось в ковид. И если бы даже сейчас мы были в Израиле, многие нам пишут, вы не жалеете. Ну, во-первых, в Израиле идёт война. Мы безумно переживаем и думаем всё время про Иерусалим. Но даже если бы мы там сейчас вдруг оказались, и паломников-туристов там просто нет. То есть нам опять было бы негде работать. Всё, кем и чем мы можем работать, да, вот я могу преподавать музыку, Рафаэль может преподавать древние языки, мы это делаем, но просто, к сожалению, пока нет работы стабильной в этом плане, и учеников мало, потому что, опять же, мы в провинции живём, и здесь мало людей, которым подобные вещи интересны. Онлайн, да, но музыку онлайн преподавать очень трудно. А скрипку, да, всё-таки в основном это работа с учениками живьём, дома. Ну, а Рафаэль, да, он онлайн, собственно, и преподает. Смотри, почти на одном месте, видишь. Видишь, вот и всё. А вообще на дворе осень, кругом боярышник, рябина, последняя ежевика, самая сладкая, кстати. И мы, гуляя, всё больше погружаемся в местную природу и собираем. Собираем и собираем, и с девочками, и я сама. И, конечно, это очень уютное дело, делать зимние запасы. В голову приходят всякие зимние рецепты. В свободную минутку в интернете находишь всякие видео о том, как можно чего-то заготавливать, варить и так далее. Иван-чай, конечно, уже отошёл. Ну, последние листики какие-то ещё можно собирать. Видите, насколько у нас поздняя осень, да? Но основной всё-таки сбор у нас был в августе, Иван-чая. Ну и калина. В этом году я решила попробовать сделать из неё джем витаминный. И вообще обратила на неё внимание, что, оказывается, здесь растёт в парках иногда вдруг калина. Вот тут у меня рябина замороженная в морозилке для витаминного зимнего напитка. Так, а вот тут у меня боярышник из парка напротив дома, джем. Рябиновое варенье. Вот это, кстати, калина, калиновый джем. Там ещё есть ежевика, малина, клубника, ну, Иван-чай, конечно. В общем, вошла в раж я в этом году. Далеко не все растения мы, конечно, ещё изучили, но девчонки проявляют всё больше интерес к кулинарии. В общем, на кухне у меня всегда много помощниц, и в парках много ручек, которые с удовольствием что-нибудь собирают. Часто вы спрашиваете, скучаем ли мы по Иерусалиму. Ну, конечно, скучаем, естественно. Да, очень скучаем. И мы не планировали, что столько лет не сможем даже в гости вообще поехать. Но сейчас это не только наше финансовое положение, которое нам не позволило бы сейчас купить билеты, на всех полететь. Это ещё и, конечно, война. Там сейчас действительно, к сожалению, небезопасно. И мы поэтому откладываем, и в ближайшее время не планируем поездку в Израиль. Хотя очень надеялись и думали, что будем летать каждый год. Ну, человек, как там человек предполагает, а Бог располагает, да? Так что вот, всё немножко не так вышло, как мы думали. Но и здесь нам, в общем-то, хорошо, потому что здесь спокойно, а здесь мирно. Здесь очень тёплые, добрые люди вокруг. Ну, а финансы, учимся жить каждый день ещё экономичнее, ещё аккуратнее. Ну, и, конечно, очень хотим поблагодарить всех, кто подписан на утренний кофе и на наши выпуски блога «Мы в Ирландии». Вот эти 5 фунтов в месяц, которые вы тратите из своего кармана, не только дают вам радость общение с нами и обсуждение интереснейших, важных тем дважды в неделю, но и очень-очень поддерживают нашу семью. Действительно, это вот та подушка, которая не даёт нам свалиться, потому что ученики, сами понимаете, то заболел, то не пришёл, то кто-то отменился, особенно если это дети, это всё очень, к сожалению, нестабильно, да? А здесь вот эта наша блогерская такая работа, она, конечно, поддерживает. Вообще, я очень люблю нашу утренний кофе, потому что даже вот последний выпуск про Жанну де Арк задели вопрос, как вы относитесь к Жанне де Арк, была ли она всё-таки святая или не была святая и так далее. И мне пришлось перекопать огромное количество литературы, пришлось составить своё мнение. Я думала, я спорила сама с собой, и получился и выпуск очень интересным, и мне было интересно к нему готовиться. То есть это такой, знаете, действительно, как допинг, можно сказать, интеллектуальный. Наши выпуски утреннего кофе не дают мне засохнуть, не дают мне расслабиться и забыть свои навыки журналистские, не знаю, гидовские, умение обрабатывать большие пласты информации, доносить их интересно. В общем, короче, приходите на утренний кофе, друзья. Я знаю, что многие из вас рады будут общению, и просто, может быть, забывают, что достаточно нажать одну кнопочку «Join» Всего лишь 5 фунтов, там, 5,5, по-моему, в месяц получается, и два раза в неделю вы будете иметь доступ к прямым эфирам. И также, конечно же, всё можно смотреть в записи, неограниченное количество времени. Ну, а если не жалко ещё пару долларов потратить, там, пару фунтов, да, 7,5, по-моему, стоит подписка, это «Кофе плюс мы в Ирландии», так что вы сможете ещё смотреть на путешествия наши и узнавать много интересного. Ну, вот всё, пора Каську бежать забирать. Мы вас всех сердечно обнимаем. Такой небольшой экспромтом выпуск, но мы рады, что нашли минутку, и что вы нашли минутку нас посмотреть. Обнимаем, и до скорых встреч. Пока!